В Чебоксарах начали принимать благоустроенные дворы, которые в этом году ремонтировали по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Потребовались ли нашему корреспонденту Ольге Пырочкиной резиновые сапоги, смотрите в репортаже. Давайте я вам покажу, как я тут раскатываюсь. Вот так стою и до ста считаю вот так. Раз. Видите, какая? Три, четыре. Прямо под окнами у нее теперь мини-стадион. Радуется Анна Федотовна. В свои 88 она сначала занимается на тренажерах, потом проходит несколько кругов по отремонтированным тротуарам и отдыхает на качелях. Все это во дворе одного из домов по Московскому проспекту появилось в рамках программы формирования комфортной городской среды. Прекрасно сделали, не только хорошо. Во-первых, для детей это раз. И для нас. Вот даже скамеечки, видите? Несмотря на мелкие недочеты, например, отсутствие песчаных насыпей у съездов с горок, двор производит впечатление действительно благоустроенного. Чего не скажешь о дворе по улице Пролетарская. Удивительно, но с подобных съемок я никак не могу приехать в чистой обуви. Кроме отремонтированных проездов, обустройство парковки здесь поставили хоккейную коробку. Подходы к ней не сделаны, освещения нет. Сегодня что мы здесь делаем? Мы сейчас открываем одну из дворовых территорий. Согласно программе комфортная городская среда, выполнена в этом 2017 году. Что имеете в виду? Ну вот, например. Не подобраться же к реке на площадке. Газон сейчас, погодные условия такие. Заторфуем и посеем газонной травой уже по весне, доработаем. Согласно контракту, подрядчик несет гарантию в течение шести лет. Для освещения коробки до начала хоккейного сезона обещали также поставить прожекторы. У дома по проспекту 9-й пятилетки 8 наоборот. Поставили все, что необходимо, а убрать остатки старых конструкций забыли. Мы постоянно говорим, что при демонтаже старых форм архитектурных, малых форм, нужно устранять фундаментные вещи или то, что вкопано в землю. Вот если мы здесь смотрим, вот посмотрите, вот эти вот железные части, они очень травмоопасны. Нельзя их оставлять, тем более вот рядом, допустим, с лазилкой с детской. С вопросом, кто и каким образом будет принимать работу, мы обратились к представителям столичной администрации. Инициативная группа должна, жители, должна принять эти работы, высказать свои замечания. Замечания будут устранены, после этого мы уже в управлении ЖК благоустройства, как заказчики, подписываем акты выполненных работ подрядчикам и акты законченного строительства. Удивительно, но замечаний у представителей ТОСов, как правило, нет. Мы же привыкли визуализировать, нам хочется, чтобы это была зеленая травка, чтобы пели птички. Мы ждем начала периода, когда наступит весна, когда будет все это в таком виде, в котором мы себе это представляем. Как птички и травка могут поправить, вот так установленные опоры освещения мы не знаем. На благоустройство дворов и общественных пространств. Из федерального бюджета в 2017 году республике выделили более 260 миллионов рублей. Еще около 20 на эти цели выделили из казны региональной. За эти деньги можно было сделать не просто лучше, чем было раньше, а как положено по нормативам. Ольга Пырычкина, Рена Гавилян, Республика.